Здравствуйте, в эфире «Наше завтра». Сегодня на студии Сергей Вячеславович Савельев, профессор. Мы поговорим о мозговой деятельности и лжи. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Часто слышу, что когда человек лжет, у него происходят некие изменения в его физиологии. Как-то это отражается на его жестах, на давлении. Люди касаются носа, уха и так далее. Хотелось бы построить передачу в двух плоскостях. Первая плоскость. Вот такие внешние проявления физиологии, которые ясно, что завязаны на импульсы из мозга. Ведь мозг же управляет нами. Ну, это первая часть. Допустим, я вот про то и говорю. Поэтому вы тут, потому что я-то не эксперт, я вопросы задаю. Они, может быть, дилетантские, неправильные, а вы как раз меня и поправите. Второй вариант. Можно ли говорить о том, что существуют патологические лжицы, патологические именно, и у них есть какие-то конструктивные особенности мозга, которые заставляют их лгать. Их это отличает от большинства других людей. Или мы все склонны в той или иной степени к лжи, и разница не принципиальная. Она может быть небольшая, количественная, но не принципиальная. Ну, давайте начнем с первого. По поводу физиологических проявлений лжи. Если какой-нибудь психолог поймает какого-нибудь совершенно дикого пастуха, который наслаждается простыми радостями Земли, с какой-нибудь пастушкой на зелененьких лугах среди коровок... Коровы лишние, коровы тут лишние. Нет, нет, нет. Это какая пастараль. Вот если он поймает такого, то, наверное, тот, обманывая, будет отрадиваться до носа, косить глаза и прочая всякая чушь. На самом деле непроизвольные человеческие реакции – это очень тонкое дело. Потому что они индивидуальны. Это раз, никаких рецептов нет. Эти все фильмы о том, что «Ах, смотрите, он, сказав эту фразу, скосил глаза налево и почесал за правым ухом». О, это верный признак, что это двойной обман. Вот эта вся дурь, ее можно скармливать школьникам, чтобы они шли на факультет психологии. Но когда они туда придут, они зарыдают горючими слезами. Почему? Ну, потому что все это глупость. То есть это работает в неких идеальных условиях. То же самое, как детектор лжи. Я регулярно у меня спрашиваю, а как обмануть детектор лжи? Я говорю, ну, это очень смешной аппарат, обманывайте его всегда. В начале тестирования. Кладите кнопку в ботинок, и когда вас спрашивают какие-то простые вещи, вас зовут Вася Иванов, ты говоришь «да» и нажимаешь кнопку. Ну и так далее. Там есть много всяких приемов. Можно сжимать анальный сфинктер очень сильно. То есть миллион приемов, чтобы эту машину задурить. Эти так называемые детекторы лжи, эти полиграфы – это чистый развод на деньги. Это трудоустоество психологов, которых наклепали, а теперь девать некуда. Эту всю лавочку надо закрывать и гнать в шею всю эту публику. То есть это развлечение можно оставить только для компьютерных любителей психологии, мальчиков старших классов. Все. Больше ни для чего. Туда же электрофизиологов, которые кожные электроды вставляют, ну и прочую всякую псевдонаучную деятельность, которая помогает только при острой эпилепсии для диагностики состояния. Человек после операции действительно это использует, действительно имеет смысл. А вся вот эта вот ахинея психологически-поведенческая – это чистый способ заработка. Поэтому, значит, когда человек лжет, каждый лжет по-разному. Потому что у нас существует индивидуальная конструкция мозга, особенности. И двух одинаковых мозгов нет, из трехсот комбинаций, из трехсот структур. Вы не добьетесь, и то, что там, говорят, средние показатели – хорошо, ребята, с вашими средними показателями, почему вы не предсказали в 90-е годы победу Жириновского? Ну и много чего другого. То есть ваши ничтожные прогнозы говорят о том, что инструментов у вас никаких нет, а те, что есть, абсолютно не работают. Но ложь – это одна из частей обезьянной жизни. Потому что любая обезьяна пытается обмануть. И даже собака пытается обмануть. И даже кошка пытается обмануть. Это я видел, как собака пыталась меня обмануть, видел у меня. Да прямо-то… Был пудель, который делал вид, что ему совершенно неинтересен мяч, которым я играю и с ним так отворачивался, 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 провоцируя схватить мяч, и тогда он набрасывался. Это было очень смешно. Да, вот это все животные пытаются обманывать, и это норма. Норма, потому что в чём смысл обмана? Добиться при минимальных затратах энергии максимального результата. Ну, понимаете, ну, вы представьте себе. Ну, это как я всё время рассказываю про речь. Ну, речь как возникла. Представляете, вы приходите, приносите рыбу на плече, 50 килограмм. Дома восторг, сама такая роскошная, вкусная. Вот. Дома всеобщий восторг. Ну, вот. Или рассказывайте девушке, что вот, вы знаете, я помал сама. Ну, одни глаза вот такие. Как в старом анекдоте про рыболов. Ну, сказал, говорит, ты боишься соврать, завяжите мне руки. Ему завязали руки. Он говорит, ну, одни глаза вот такие. Вот это вот на эту тему. То есть соврать оказывается эффективнее. Делать ничего не надо. Это, если владеешь речью и низким голосом, особенно девушкам, можно рассказать любую ахинею, и они всё это проглотят, тем более, что они, в общем-то, предрасположены к взаимопониманию такого рода. То есть обман – это самый выгодный и короткий способ добиться результата. И когда он появляется, ну, например, на выборах, взять наобещать чего угодно, а потом не выполнять десятилетиями. Это же нормально. Ну, премьер Обамы. Сколько раз он обещал разрядку, да, вывод войск, а США продолжали воевать и продолжают. Но самое главное, что Нобелевская премия мира. Ну, это само собой. Как это прекрасно. Это чувствуется, что Нобелевский комитет состоит из честнейших и умнейших людей. Ну, достаточно вспомнить их там эти замечательные премии, которые они сдавали в последнее время, похожие на анекдот. Вот. Дело-то, вернемся к лжи. Значит, ложь, она очень индивидуальна, это первый тезис. Но она всегда носит энергетические причины. Как всегда, ищите, кому это выгодно. Есть ли ложь, значит, кто-то на этом пытается или сэкономить энергию, или заработать энергию, ну, в виде денег, чего угодно. Поэтому ложь как инструмент, особенно в обезьянных сообществах, приматных, как у нас, является одним из ключевых явлений. Потому что обезьяны предпочитают… Вот на этом построено, я приведу вам простой пример. На этом построена, например, жизнь популяризаторов науки. То есть есть ученые, которые работают конкретно, работают с конкретным материалом, ручками. Много их или… Много их, очень много. Но среди них обычно, поскольку есть гранты, есть начальство, есть идиотские государственные проекты, написанные полоумными чиновниками, на которые дают деньги. Эти деньги приходят в науку. Ну, и если тебе пришли денег, а других источников нет, то вынуждены выполнять вот эту ахинею. Я уже многократно рассказывал там. Я тестировал перенос на большие расстояния с помощью X лучей, загадочных веществ и прочей всякой ахинеи. Ну, нет, средств для содержания лаборатории. Ну, вот тебе дали на это. Ну, хорошо. Государство тоже самое выделяет. Ну, я говорю, еще раз возвращаемся, где нанотанки, где нанопожарные, где наношпионы? Черт возьми, сколько уже денег съели? Ну, вот этого ничего нет. Но люди, тем не менее, продолжают этим заниматься. Поэтому, если взять все научные статьи, вот, например, в той области, которую я хорошо знаю, то из них 80% – это просто жульничество. Там из этих 80% – 20% – это ахинеи, которую можно рассказывать. Я часто рассказываю для эфира, потому что это просто потеха. Но это хуже анекдота, анекдотов задорного. То есть, бред. А 20% имеет какое-то содержание. Но отличить 20% из 8 и из 100 найти их очень сложно. Для этого нужно очень хорошо разбираться в предмете. И что получается? У нас есть вот 100% статей, из них 20% содержательные. Но самые громкие и самые шаловливые всегда идиотские. То есть, это чисто профанация. Популяризатор науки смотрит, он же не разбирается, где 20, где 80. Он берет самое шумное, выдергивает. И делает какой-то дайджест. Ну, обычно этим занимаются журналисты. Значит, следующий этап. А после этого уже совсем уж популяризатор, обычно с учеными степенями, то есть круглый идиот. Он уже сравнивает эти дайджесты и разговаривает ни о чем. То есть, он комментирует там ковид, холодный термоядерный синтез, клонирование, стволовые клетки, что угодно. Почему? Потому что он все ничего не знает. И он не может даже на первичном уровне оценить. Поэтому я так против дилетантов популяризации науки. Профессионал – это другое дело. То есть, вот эта система лжи, на самом деле, обращаю ваше внимание, начинается с нуля. 80% лжи в науке. Это науки, где есть проверяемые данные и прочее, прочее. Это 80% лжи. 20% правды. Очень хороший специалист тут же поймет, в чем дело. Но их единицы. А дальше – это настройка журналистика, глобальные популяризаторы, теоретики. Но это уж совсем тяжелый случай. Поэтому ложь существует даже в таких точных вещах, как наука и массовая. Про политику, где решаются социальные проблемы, я вообще не говорю. Любая обезьяна пытается обмануть для того, чтобы, в общем, глаза вот такие, но рыба уплыла. Я ее поймал, глаза большие, она была огромная, но уплыла. Так же лучше сказать, чем действительно поймать хотя бы такую вот секилявку. То есть, об этом и речь идет. То есть, иначе говоря, ложь возникла и сформировалась в человеческом обществе, как механизм экономии энергии. Не для того, чтобы речь там возникла, чтобы передавать какой-то суперважный факт. Для того, чтобы лгать, обманывать и получать биологическую выгоду. И поэтому, да, есть люди, которые вообще не могут не врать. То есть, вы спросили, как лжецы такие вот хронические. Они не могут не врать. Почему? Потому что у них всегда выгодно. Выгоднее врать, чем не врать. За невраньем следуют дела. А за враньем чего не следует? Наказание может последовать. А какое? Понимаете, вот здесь очень важно. У нас чиновники выступают по телевизору каждые полгода. Где наказание? Наказание возникает только тогда, когда вдруг неожиданно у них оказывается золотой унитаз. Ну, вы знаете, что этого недавнешнего ГИБДДшника так его отпустили. Судья сказал, ну, у него зарплата там 80 тысяч рублей в месяц. Откуда у него золотой унитаз? Значит, это не его дом. Хоть и на него записан. Ищите чей. И отпустим. Вот это я понимаю. Вот тут уже просто сказать нечего. То есть, иначе говоря, эта ложь, которую нам обещают, она продается, потому что человек, особенно неквалифицированный, не понимающий то, что происходит, не знающий ситуации, он склонен доверять тем словам, которые ему произносят. Так устроен мир. И поэтому все-таки какая-то часть населения все равно будет верить и будет ждать. Помните в советские времена была такая песня? Такие лохматенькие мальчики, одетые в советские времена, одетые исключительно в западные шмотки, пели для советских граждан. Это очень веселило. Я страшно смеялся в юности. Они, значит, одетые, ну, тогда, понимаете, форца, там, в сортире гума продавали пакеты по 3 рубля. Килограмм мяса стоил 2. Пакет полиэтиленовый вот такой, с какой-нибудь дурацкой надписью «Мальборо» стоил 3 рубля. Так вот, ложь как система, она пронизывает. И чем дальше от предметов, я специально начал с науки, и чем дальше от конкретного материала, тем больше лжи. То есть, а когда, почему я говорю, вот наука, потом дальше ее дайджест, он очень отрывается от реальности, следующий уровень, там вообще никакого отношения к реальности нет. То есть, ложь, даже когда она построена на первичном материале, она всепоглощающая и очень много, и очень трудно отделить одно от другого. А когда это превращается в торговлю словами, то есть, когда речь идет о словах, то есть, когда вообще проверить что-то очень сложно, тогда эта ложь вообще становится как система. То есть, и на сегодняшний день ложь, извините, ложью пропитан весь интернет. Они говорят, а у нас такие мнения разные. Да, говорят они, вот, вы знаете, ЗОЖ полезен, алкоголь вреден. Ты спрашиваешь, а вот что же произошло с ковидом, когда он у огромного количества людей развилось очень активное аутоиммунное заболевание. И ЗОЖники с крепкой иммунной системой, с прекрасным здоровьем, которые бегают по утра. Получили ковид в начале 20-го года. И их аутоиммунная реакция была такая активная, что они умирали в больших количествах. ЗОЖ – это что в этом отношении? Что? Хорошо. В пользу и случаю. Да, ну, значит, это значит, что-то ковид показал, что это верным путем идете с товарищей, чтобы вам пенсии не платили. Что самое главное? Чтобы человек умирал на второй день после получения пенсии. Тогда пенсионный фонд будет в восторге. Он и в восторге был. То есть здоровый образ жизни, собственно говоря, укрепляет иммунитет. А вот это заболевание конкретное, оказалось, вызывает стокиновый шторм. Это что? Это значит, что собственная иммунная система борется против клеток, содержащих вирус. И легкие, собственно говоря, поэтому и разрушаются. Защищаются клетки, иммунная система так же, как борются с занозой. То есть чем у тебя крепче иммунитет, тем больше шансов умереть. Очень-очень. Это очень забавно получать. Нетривиальный взгляд. Почему же нетривиальный? Это тривиальный взгляд. Для меня. Я же не врач, не физиолог. Для меня. Мне было интересно, с удивлением я это все послушал сейчас. Потому что, к сожалению, вот такое, а может быть и другое заболевание, которое будет поражать, так же, как и от ковид, не курящих, например. Поинтересуйтесь для тех, кто знает китайский язык, конечно. А, кстати, этот вопрос, может, мы действительно поднимем. Что насчет курения и ковида? В Китае, как известно, курят очень много. Я тоже очень много курю. Вы знаете, я тоже балуюсь все время. И последние 40-45 лет балуюсь регулярно. Теперь вопрос такой. А что происходило? Те, кто знает китайский язык, хорошо знают. А не 6 тысяч иероглифов для чтения Джимин Джибао. Ну, так. Я поясняю. Чтобы любомудрики не загаживали эфир замечательного Дня ТВ. Кто хорошо знает китайский язык, посмотрите, какова смертность была среди курящих и не курящих. Вы удивитесь, что смертность среди не курящих была в 10 раз выше, чем среди курящих. Именно? Да, удивительно. Именно из-за того, что вот это аутоиммунный процесс, который шли. Но у курящих и так здоровье не очень. И аутоиммунная система находится все время в таком, скажем так, прижатом состоянии. Да еще если покуришь, ведь хочется и выпить. Очень. Очень. Да. А иногда и наоборот. Поэтому зожники пошли стройными рядами своих зеленых футбольных полей на такие же зеленые кладбища. Вот они так переместились. Но остались в зелени все. В зеленом. А вот здесь много исследований должно быть. И мне кажется, что это неосвоенная часть. Нужно хоть что-то делать честно. Это же мы к вопросу о лжи. Понимаете? Вопрос о лжи. Он же ведь на разных уровнях. Есть государственный, есть, так сказать, частный, есть там корпоративный. Ну, вспомните самую известную ложь, которую лучше назвать Панамой. О том, как опрозоновую дыру, которая должна была... Порозоновые-то эти холодильники? Да, да. Это же, да, действительно. Ну, это же анекдот. Но принять решение ООН, протолкнуть, нанять ученых, заплатить, чтобы они начали вопить на всех углах о том, что озоновая дыра сейчас расширится, и мы все умрем от рака кожи. Да, это все детство мое. Да, вспомните этих... Все не передачи были. Это онкологов, которые совершали просто массовую дефекацию на экранах телевизоров, говоря о том, что вот мы все умрем от рака кожи. Они, кстати, все продолжают процветать, эти же самые онкологи. То есть вот эта вся липа была связана только с тем, что кончался патент на Фреон. И надо было принять такое решение, чтобы использование Фреона другими фирмами было запрещено. И все. Вот эта глобальная ложь, которую, кстати, никто не отменил в ООН. У нас же есть еще масса всяких лживостей. В 70-х годах, многие же этого не помнят, у нас же принято было решение о том, что советские права теперь будут котироваться в Европе. На французском они писались. Да, да, да. Там на французском. Вот они будут... Все, теперь у нас международные права. И мы подписали конвенцию соответствующую, или хартию, я не знаю, как это называется все в политике. Ну, в общем, подписали документ, который делает наши права международными. Так, в этом замечательном месте было написано о том, что мы должны следить за состоянием машин. Но обязательно ЭТО проходят только тяжелые грузовики, какой-то там массы, и автобусы, переводящие людей. Никакого ЭТО для легковушек не было. Так, ребята, с 70-х годов денежки верните. Вы их куда дели? Вот это ложь патологическая, которая приводила к тому, что просто обирали население. Всех автолюбить. Тотально. И продолжают обирать. А в нулевых приняли закон о дорожном налоге, а потом, его не отменив, приняли новый. Опять ложь. И так за что не возьмись. А про глобальное потепление тогда уж? Ну, это чистая липа. Глобальное потепление – это замечательно. Это за Тумбергс, так как известно, куда она делась, интересно. У нее, наверное, созрели яичники. Она занялась чем-то другим, учитывая у нее некоторые проблемы с головным мозгом, которые признаются всеми. Я думаю, что она еще, мы ее услышим в каких-нибудь ЛГБТ-сообществах. Уже в новом статусе, конечно. Но вот за ней стоит 40 триллионов долларов вообще-то. И там смысл весь к тому, чтобы принять такие законы о экологии, чтобы те, кто производит нефть, газ, лес, уголь, чтобы те платили, то есть чадили у себя на исторической родине, оплатили в Европу и в США деньги за то, что они туда продают эти самые продукты. То есть это прекрасный способ сохранить этих бездельников и вороватых идиотов еще на несколько поколений. Нет, ничего платить им не надо. Если мы начинаем платить, то надо эту сумму, стоимость включать в цену газа, нефти и всего остального. Или перекрывать им кислород. У них сразу все, сразу возникает ясность ума. Вот знаете, как уличную собаку. Поскольку Западная Европа в результате церебрального сортинга тысячелетнего превратилась в совершенно бессовестную помоечную собаку по интеллектуальному развитию, то вот можно только одним способом перекрывать еду. Еду не давать, сама прибежит. Вот и все. То есть других вариантов нет. А учитывая локализацию финансовых институтов и то, что Борис Джонсон не пошел сдаваться, у него был шанс сдаться, он не сдался. И Меркель приехала к нам и обо всем договорились. Так что Борюсику не удастся развалить Евросоюз. А вот теперь, что произойдет с Англией, тоже достаточно ясно. Как вы понимаете, распад Британии неизбежен. То есть теперь уже она на своих собственных островах будет стоять из нескольких государств. Здесь это очевидная ситуация, абсолютно очевидная ситуация, потому что больше нигде брать ту самую маржу, которую англичане, как сберкасса Центральной Европы, брать негде. Причина этого – тот же самый церебральный сортинг. Ребята, вы кого туда к себе набрали? Вы кого там выдвинули? У вас там хоть один соображающий есть? Я боюсь, что нет. Потому что, как известно из истории, самый маленький мозг среди европейцев был найден у английского парламентария. Меньше ни у кого не было. То есть это своеобразный рекорд. Конечно, это частный случай. Я понимаю, там были большие головастики. Но такие, что куром на смех. Ну, посмотрите там, что англичане – это вообще предмет такого хронического издевательства. Они поставили в центре Лондона памятник Черчиллю. Это фантастика. Человек, который уничтожил британскую колониальную систему. Это уму непостижимо. Ну, он был представитель финансовой элиты, то есть банкиров. Вот первый представитель банкиров среди премьер-министров Англии. Ну, он уничтожил, потому что это невыгодно. Ну, там много таких. И они ему памятник поставили. Его надо забрасывать было тухлыми яйцами при жизни. А они им гордятся. Ну, и у них много таких вещей. Но это пока есть еда. Но с едой будут проблемы. Уже проблемы не с газом, не с деньгами, не с количеством фунтов. Как помните, анекдот был в советские времена. Не имей сто друзей, а имей сто фунтей. Так вот, а сейчас как раз понадобится то, что так заботливо сохранили англичане. У них там в Лондоне вот так дома стоят, вот эти сыроюхи, которые промерзают насквозь и промокают насквозь. А внутри есть огородики. Об этом мало знает население. И эти огородики, они за них, во-первых, грызутся, потому что в этих огородиках они там порятся и выращивают. Это прям флор. Ну, это наши сутки. Да, да, да. И вот это будет очень полезным. Это будет крайне полезным. Я думаю, что в ближайшее время они будут друг у друга воровать огурцы в Лондоне. Это придется. Потому что все к тому идет. В условиях вот этого дележа, то есть раз Лондону не удается развалить Евросоюз и поживиться этим всем. Как обычно они делают, как в вашей книге, кстати говоря, описано, они пытались так же разваливать Россию и уживиться этим всем. Знаете, это такие что-то от некроманов таких маниакальных. Они пытаются сделать то же самое с Евросоюзом, не получается, и поэтому я боюсь, что им придется расхлебывать эту кашу на своей территории и очень самостоятельно. То есть или сдаваться как-то очень по-нехорошему. То есть кому, не знаю, я думаю, вряд ли для нас они представляют хоть какой-то интерес. Поэтому, если говорить о системной глобальной лжи, то вот мы с вами видим, вот, пожалуйста, тот же Евросоюз, это же вообще система, которая сейчас разваливается и развалится в обозримом будущем. Потому что содержать мелкие чхонские республики, там, Польшу, Венгрию, Румынию, не на что. То есть это все пойдет под нож. И не Румыния будет, а, думаю, быстрее Молдавия. Потому что Молдавия была всегда, а Румынии такой не было страны. Вот никогда. Ну, кроме последних, последнего столетия. Это же был тоже Панама глобальная. Людям же обещали, что на самом деле создавали экономическую базу Третьего Рейха, по сути дела. Немцы об этом почему-то люди не говорят или не знают. Это мне очень странно. Китайцы только в прошлом году догнали по экспорту Германию. Ребята, кто у вас там главная фабрика? Что вы мозги-то забиваете? Трусов может быть. А высокотехнологичных, действительно важных товаров – это Германия и экспортная страна. И именно она была инициатором на подъеме экономики создания Евросоюза. Франция в значительно меньшей степени. То есть Евросоюз – это третий рейх такой, который закончил свое существование. Вот он распадается и развалится, потому что экономика стагнирует, рынки прикрыты. Содержать вот этих вот сателлитов бывшие социалистические страны не на что. Ну и значит, надо как-то спасаться самим. Поэтому перспектива очень печальная. Ну, нельзя строить на лжи о всеобщем. Вот вспомните, как Евросоюз создавался. Это единое государство, свободный, траля-ля-ля-ля-ля, знаменитый союз этих металистов в свое время старый. И угольщиков. И угольщиков. Это будет равенство, это будет братство, это будет равная экономика. Ну, а чем закончилось? Они тут же из политических соображений, как бы, на самом деле, для того, чтобы захватить максимальные рынки, набрали черт знает кого. Ну, Албания, конечно, передовая страна, я всегда за это, по производству особенно некоторых токсических веществ, которые действуют на мозг и экспортируются во всю Европу оттуда. Да, конечно, ее надо было принимать, это ясно. И такие, как наши прибалтийские республики, просто передовики. Ну, вот куром на смех, это все естественно, это все делалось для того, чтобы занять максимальные рынки сбыта. И пока эти страны присоединялись, и когда они меняли из чулков американские доллары на евро, и шел отток валюты, его можно было производить и расплачиваться, а она седала в мешках дома, в банках на огороде, все было хорошо. А как только это прекратилось и содержать стало не за что, все, это так же точно закончится. То есть это, к сожалению, неудачная попытка создания Третьего Рейха по принципу Советского Союза, но обречена была изначально. Вопрос только в одном. Какой обман нас ждет впереди? Под каким соусом, как обманывать Европу будут те же немцы, когда будут организовывать собственную валютную систему? Что будут обещать? И что на самом деле получится? Мы сейчас живем в очень интересное время, и сейчас масштабы лжи возрастут во много раз. От бытового – обещал жениться, но не женился, до глобального – обещал кормить. Ну, в смысле страны, имею в виду, но не кормят. Ну, вот он, посмотрите на Афганистан. Думаете, будет как-то по-другому? О, нет. Во многих европейских странах будет очень похоже, очень похоже, которые как раз сейчас кажутся очень стабильными и надежными. Ну, что же, завершая эфир, я все-таки задам вам вопрос относительно ковидных дел. Все-таки вы упомянули курение и ковид. Есть ли еще что-то, о чем вы готовы сказать? Ну, там много чего есть, но я не специалист. И я могу только опираться на более-менее достоверные источники информации, хотя я читаю оригинальные статьи на эти темы. Могу сказать, что, конечно, скажем так, с мутациями дело очень преувеличено. Если говорить про ковид, это не столько действительные изменения, сколько, я бы сказал, желательные. Ну, и доля политики уже давно перешла все разумные границы в этой области, потому что политические интересы и тяжелая экономическая ситуация во всем мире, которая может вызвать неконтролируемый церебральный сортинг массовый, как раз типа революции. И она заставляет людей продолжать паразитировать на этой хоть как-то работающей страшилке. Потому что приходится работать с тем, что есть. Я понимаю людей, которые этим занимаются, но я не понимаю людей, которые этого не понимают. Вот скажем так. Поэтому, да, конечно, у заболеваний есть причинные, следственные связи там известны, формы идентифицированы, что там и как устроено, тоже даже трехмерная структура этого восстановлена. Недавно были работы, месяц назад. Очень много интересных статьй, но надо читать оригинальные статьи. Но для этого нужно иметь максимум здравомыслия и хоть какую-то медицинскую или молекулярно-генетическую подготовку. Иначе понять, что вас обманули, будет очень сложно. Ну что же, на этом мы передачу завершаем. Это было мнение, оценочное осуждение Сергея Вячеславовича Савельева, профессора. До новых встреч.